Добрый вечер! Вы смотрите программу «Подробный разговор» и сегодня мы обсуждаем вопросы начисления платы за капитальный ремонт. И гость нашей студии сегодня генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области Станислав Суханов. Станислав Константинович, добрый вечер! Добрый вечер! Мы рады видеть вас в нашей студии. Накануне прошел информационный, назовем так, час для жителей Екатеринбурга. Вы общались напрямую и спрашивали, какие вопросы волнуют граждан о капитальном ремонте. Что больше всего волнует жителей сегодня? Какие вопросы вам задавали? Вы знаете, мы действительно пошли на такой эксперимент, когда попробовали в субботу провести так называемый информационный субботник. Ну, грубо говоря, это с 8 до 12, 4 часа, когда наши специалисты вышли в субботу. Для того, чтобы ответить на звонки и вопросы жителей, которые задают по капитальному ремонту. Ну, в принципе, не все могут себе это позволить в рамках рабочей недели, потому что люди многие заняты, работают. А вечером, когда приходят, то уже и горячая линия не работает, потому что она работает до 6. А вопросов много, их нужно решать. Вопросов, на самом деле, достаточно много. Вот за июнь месяца у нас на горячую линию обратилось порядка 2100 вопросов, на которые наши специалисты ответили жителям Сырловской области. Поэтому, когда мы такой субботник информационный проводили буквально в минувшую субботу, мы думали, что, конечно, звонков будет много, но суббота выдалась достаточно теплой. Все уехали, погода содействовала. По пользу и случаям люди, наверное, поехали все-таки отдыхать. Уральское лето, оно короткое, поэтому, наверное, поступили правильно. Поэтому звонков было, на самом деле, не так много. Их было 27. 14 граждан получили консультации от наших специалистов. В основном это вопросы пациентов 7 и 80. Это вопросы связаны с исчлением за капитальный ремонт. Как правило, заплатили не на тот счет, что нам нужно для этого делать. Иногда не приходят квитанции. Подскажите, куда обратиться, почему нет квитанции? Люди переживают, потому что капитальный ремонт рано или поздно приходит. Конечно, желательно, чтобы платили каждый месяц. Бывают вопросы, связанные, когда идет претензионная исковая работа, и людям выставляется долг, но с которым они не согласны. Зачастую люди тоже бывают правы, и здесь, конечно, работают достаточно много. Поэтому, надеясь, что мы такую практику продолжим, я думаю, раз в квартал, наверное, мы все-таки будем такой информационный заботник проводить в рамках работы фонда. Жители к этому привыкнут, и я думаю, что там обратная связь будет гораздо больше. И проблем будет меньше, потому что диалог состоится между теми, кто занимается работой капремонтом, и жителями. Это тоже важная история. Действительно, человеку иногда очень оперативно хочется получить ответ на ту или иную информацию, причем она бывает достаточно рабочая, такая понятная. Если человек не может эту обратную связь получить, это вызывает негативные эмоции. Но я могу сказать, что ведь у нас отдел дела производства достаточно серьезный отдел в фонде капитального ремонта. Но у нас в ежедневном режиме от трех до четырех человек отвечают на по линии обратная связь, то есть, грубо говоря, отвечают на звонки наших жителей. Оперативные вопросы какие-то. Оперативные вопросы. У нас есть еще и инфомстойка, где работают два человека, когда люди приносят те или иные пакеты документов для того, чтобы, скажем так, задать через обращение фонду капитального ремонта письменное обращение те или иные вопросы. Для тех, кто не знает, в каком году состоится капитальный ремонт в том или ином адресе, есть специальный сайт. Можно зайти, набрать свой адрес, свой дом, и там отобразится на официальном портале у вас эта информация. Это тоже сделано для информационной открытости? Да, у нас достаточно такой удобный официальный сайт. Я напомню, что в 2017 году мы признавались в рейтинге, занимали первое место по Российской Федерации с точки зрения организации работы сайта. И там действительно есть такая, скажем так, ссылка, где найти свой дом. Можно вставить, забить свой адрес на территории Севастовской области. Все дома, которые включены в программу капитального ремонта, и ваш дом высветится либо уже о проделанном капитальном ремонте, где там будут показаны те или иные виды работ с затратами и подрядные организации, которые выполняли и стройконтроль, и проектно-смертную документацию, и, скажем так, СМР. Ну, либо перспектива вашего дома на какой год и какой вид капитального ремонта стоит. Сайт обновляется оперативно? Постоянно. Постоянно. Для тех, кто проживает в новом жилье, зачем им платить за капитальный ремонт дома? Ведь дом новый. Вы знаете, вообще у разных субъектов федерации к этому разный подход. Вот на территории Севастовской области новый дом, который ввели, есть так называемый трех годовой мораторий, когда люди в новом доме три года не платят за капитальный ремонт, только почти трех лет начинают платить. А вот у нашей сети в Тюменской области такого моратория нет, там полгода всего лишь. Это на самом деле принимается субъектом федерации, этот мораторий, либо он будет, либо нет. Но, с другой стороны, надо платить сейчас. Почему? Потому что через 40 лет все равно будут заниматься капитальным ремонтом, через 30. Новые дома, они, как правило, на спецсчетах. И там немножко, конечно, другая ситуация. Они собирают деньги и могут на более ранний период сдвинуть тот или иной вид капитального ремонта по срокам. Поэтому на самом деле это как бы правильно и удобно. Еще что бы я, наверное, хотел сказать. Мы сегодня с 2019 года начали активно участвовать в социальных сетях. То есть у нас есть такая задача. Мы мониторим социальные сети, мы выставляем свою работу и активно отвечаем на вопросы жителей. Ругают вас в социальных сетях? Вы знаете, по-разному. И конструктивная критика. Вы знаете, пациентов, наверное, все-таки 90. Там конструктивная критика, когда люди задают вопросы. Наша задача в тех сетях, в которых мы присутствуем, ну, либо максимально тщательно эти вопросы в сжатые сроки. Если же там требуется какое-то техническое решение, когда, ну, надо выехать на дом и посмотреть, человек задает вопрос, когда нужно выехать и посмотреть. Мы говорим, да, мы взяли на контроль ваш вопрос. Нам надо несколько дней, чтобы его отработать. Ну, за этим у нас закреплен специальный человек, который сегодня эту ситуацию мониторит и отвечает. Это, на самом деле, тоже работа, которая со временем становится все больше и больше. И в социальных сетях активность расчет. К вопросу о качестве капитального ремонта, вот роль собственников здесь. Как вы оцениваете, собственники должны эту работу взять на контроль, это тоже прописано, либо это отдать на откуп управляющей компании? Вот мы деньги заплатили, управляющая компания пусть и занимается с подрядчиком. Ну, во-первых, деньги же платят не управляющие компании, а деньги платят в капитальный ремонт, платят нам. Может быть, только агентам платежно выставлять в качестве управляющей компании. В жилищном законодательстве управляющая компания сегодня вообще не имеет отношения с точки зрения проведения капитального ремонта. Она не подписывает акты выполненных работы КСК. Ну, у нас в Силовской области исключение. Мы идем все-таки по пути, что управляющая компания обязана, в том числе, и визировать КСК. Потому что дом потом из капитального ремонта придется обратно в управляющую компанию, и было бы нелогично ее в этом процессе оставить в стороне. Для жителей понятно. Поэтому в Силовской области здесь, ну, мы не одни такие, где, несмотря на то, что в ЖК управляющая компания как бы стоит в стороне от капитального ремонта, ну, это, наверное, неправильно. Я думаю, что рано или поздно все-таки этот пробел будет, скажем так, устранен, и управляющая компания будет принимать более активное участие. Мы просим нашу управляющую подписывать. Активность жителей, она на самом деле, хорошо или плохо, вы задали вопрос. По-разному, в 90% это все-таки хорошо, потому что люди, которые ежедневно находятся на доме, видят, как у них проходит капитальный ремонт, действительно видят ту ситуацию, которая есть. То есть инженеры стройконтроля, они, выезжая на дом, там, у них по договорам, они выезжают два раза в неделю, обязаны на каждом доме появиться. Это не каждый дневный. Поэтому это хорошо. Ну, бывает и перегибы. Но у нас есть некий список, скажем так, недобросовестных подрядчиков, или он становится все меньше и меньше? Потому что мы часто видим ситуацию, когда капитальный ремонт проведен, проходит, условно говоря, полгода, и работы... У нас такой список подрядных организаций, которые работали в основном в 2015-2016 году, сформирован, да, они не включены сейчас в реестр подрядных организаций. А учитывая, что в 2018 году, ну, мы закончили капитальный ремонт на 100%, то у нас по итогам 2018 года таких подрядных организаций просто не было. Тот реестр, который есть, он позволяет сегодня работать, ну, скажем так, с пониманием надежности наших подрядных организаций. Хотя точки зрения, скажем так, техники и финансовые возможности, они тоже все разные. Есть огромные компании, которые справляются, есть совсем небольшие, которые по нескольку домов берут. Но гарантийный срок сколько? Пять лет. Пять лет? Пять лет. Но ведь есть те дома и те объекты, где гораздо меньше срок. К сожалению, проблема возникает снова. И жители куда обращаются, в управляющую компанию? Вот как эту проблему устранить? Если по тому или иному виду возникают вопросы у жителей, они обращаются в управляющую компанию. В управляющую компанию обращается в фонд капитального ремонта, мы назначаем комиссию, в которую выходит управляющая компания, фонд капитального ремонта, организация, которая выполняла данный вид работ, и стройконтроль. На этой комиссии принимается решение, по какой причине возникла такая ситуация. Либо это гарантийный случай и некачественно выполненные работы со стороны подрядной организации, но либо это все-таки неправильная эксплуатация со стороны управляющей компании. Вот здесь тоже вопрос очень такой тонкий. Понятно, что ни управляющая компания, ни фонд не в лишний раз не хотят брать на себя ответственность. Ну, по крайней мере, мы всегда находим разумное, так скажем так, понимание этого вопроса. И исходя из того, все-таки это эксплуатация, тогда управляющая компания устраняет эти замечания, и больше, надеемся, не будет приводить к этому, либо это все-таки гарантийный случай. Если же наш подрядчик по каким-то причинам становится недееспособным, то эти работы устраняет уже не подрядчик, а фонд капитального ремонта. За счет собственных средств мы эти работы все равно выполняем и обязаны их устранить. Кто определяет, какие работы нужны конкретному дому? Вот и роль жильцов, потому что кто-то считает из собственников, что, например, мы хотим кровлю поменять, кто-то говорит, нам нужен новый лифт, а денег ограничено. Вот кто это решает, за кем последнее слово? Ну, вообще, на самом деле, программа формируется по предложению управляющей компании, органов местного самоуправления, да, либо позиций собственников. То есть они сначала включаются те или иные виды работ в региональную программу на тот или иной год. Когда подходит, ну, вот, допустим, сегодня уже 19-й год, да, у нас проектно-сметная документация на 20-й год, она уже вся, в 90% случаев прошла госэкспертизу, да, ценовую стоимость, и она у нас уже готова. Но когда готовится проектно-сметная документация, наша компания, которая выиграла, а у нас их много этих компаний, которые выигрывают по тому или иному дому, подготовку проектно-сметной документации, они в первую очередь выходят к управляющей компании и собственникам и смотрят, какие виды работ согласно Олег Программы необходимо делать, а какие, может быть, и делать не стоит. Вот здесь вот роль управляющей компании и собственников уже на этапе проектирования появляется. То есть, грубо говоря, нужно запроектировать те виды работ, которые, ну, необходимы, чтобы собственники потом с ними согласились. Если того или иного вида работ не стоит на этот период, ну, здесь вопрос немножко сложнее, надо его переносить на более ранние сроки. Иногда собственники говорят, действительно, ну, нам надо сделать только фасад, Фасада, крыша нас еще устраивает, но специалисты говорят, что... Начинать нужно с крыши, ну как вариант. Ну, если крыша у вас еще устраивает, а фасад, извините меня, мы понимаем, что с такой крышей все время будет стоять в гарантийных обязательствах. Будет течь просто, да. Будет течь, да, то наши подрядчики, они останутся, извините меня, без денег. Они будут только заниматься стоять в гарантийных обязательствах по фасаду. Поэтому, чтобы избежать таких случаев, нужно начать сделать крышу. Спасибо большое. Я напомню, что мы начали разговор с того, что у вас прошли информационные дни. Эту работу вы будете продолжать? Мы планируем раз в квартал, на первом этапе, раз в квартал эту работу продолжить. Там посмотрим, как. Если этот опыт покажет достаточно хороший результат, мы будем дальше думать, каким образом все-таки ее организовать. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Подробный разговор». Всего самого доброго и до встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok